Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забегаем сразу в магазин и открываем колоду. Смотрим, что нам выпадет. Так, мутаген, дьявольские, мертвецы, комикс. Хотелось бы почитать такой комикс на самом деле, интересно про что там. 28 пиццы, 75 сюрикенов и карточка на Рахзара, да? Ладушки. Так, забираем быстренько задание, но это еще не все, ребята. Ребята, поднять уровень персонажа и сыграть в 10 боях и в 3 боях. У меня... Так, подожди, это сюрикены. Мне нужен именно мутаген. У меня сколько мутагена? 2000, да, ребята? Маловато, потому что я апнул Леонардо втихаря на 81 уровень. Сам не знаю для чего, но как видите, факт есть факт. Так, обмениваем здесь, ребята, ДНК на сюрикены. И ищем какого-нибудь персонажа, которого мы с вами можем быстренько-быстренько проапать. Причем дешево. Вот, давайте морозильную кошку, а почему бы и нет? Отличненько. Два уровня подняли. А теперь будем быстренько с вами искать ДНК на кого? Ну, конечно же, в первую очередь я, наверное, поищу на Донателло. Нам остается там всего лишь 6 ДНК, ребята. Уже 5. А ну-кася, уже 4. То есть, вы понимаете, да? К чему я клоню? То есть, буквально еще 2 игры, и мы с вами Доника прапаем. Но это еще полбеды. У нас также, ребята, есть, конечно же, Бибоб. И спасибо вам за подсказки, что вы мне посоветовали еще искать морозильную кошку и Донат... О, этого, Микеланджело. Да, ребята. Я, честно говоря, не знал, что их можно искать. Ну, вы мне в этом деле помогли. И теперь мы будем тоже их искать. Вот этого Микеланджело можно искать. Поехали. Так, камень-талик. Это все не то. Ну-ка, что нам здесь достанется? Так, вот, видите, да? ДНК на Микеланджело выпало. И еще одна ДНК. Отлично. Это говорит о том, что мы, ребята, тоже будем на него собирать ДНКшки. И рано или поздно тоже его сможем прапать. Ну, и остается лишь морозильная кошка. Хотя можно и не тратить, в принципе, ребята, нам откатики. Так, где она у нас? Ох, погоди, где морозильная кошка, ребят? Куда она опять спряталась-то? Я не пойму. Да ну, хорош. Давай, завязывай. Где? Ну-ка. Так, здесь ее нет, здесь ее нет. Вот она, ребята. Вот она почему-то сюда сместилась. А, ну, видно, я ее уровень понял. И она вот с этой позиции сюда перебралась. Хорошо. Давайте и на нее найдем. Так, вот, первая ДНК есть. Вторая. Может быть, три будет? А, ребят? Нет, три, к сожалению, не вышло. Но, тем не менее. Теперь я знаю, что у меня есть намного больше персонажей, которых я могу искать. И это классно. Так, забираем с вами реворд. И я вот не знаю, с чего бы нам начать. Наверное, мы начнем с вами с турнирной арены, да? Давайте быстренько пройдем. Как видите, я в Лиге Самураев 2 звезды. Попробуем сегодня подняться в 3 звезды. А, может быть, даже и в Сегу назаберемся. Короче, поехали. У нас с вами 10 откатов. Тратить я особо, наверное, не буду их сегодня. Ну, посмотрим, как у нас получится. И я уже вижу, ребят, что здесь 40-е уровни. 41-е даже уже есть. Ну, я начну, пожалуй-ка... Хм... Филиппа, Фи и Джангру. Давай, наверное, с Джангру мы начнем с вами, да? Так, 40-е уровни. Запомним мы это дело. И начнем, пожалуй, так. Возьму Леонарда, возьму Слэша. Рокстеди берем. Возьму я Шредера и Рокстеди. Все, ребят, попробуем сейчас без этих всяких использований откатов. Будем разбираться здесь своими силами. Будет у нас, конечно, коротенький бой. Но, ребята, у нас еще сегодня 2 испытания. Ну, что, я скажу, неплохо. Я боюсь, сейчас, конечно, Пит будет, наверное, залечивать, да? Иммунитет повесили. Так, нам бы надо... Ай-яй-яй, не успел. Ребят, я хотел его сейчас накумарить. Но, как видите, он все-таки успел включить отхил. Тогда будем вот этого вот. Микеланджело... Ой, Рафаэля бомбить. Ой, как слабенько, ты слышишь, бомбанул на самом деле. Волна. Слушай, сейчас что-то будет. Ох, ребята, массовая атака пошла. Она довольно серьезная. Так, у меня хиллера-то нету. И дрить тебя на корень. Да, ребят, по-моему, мы здесь с вами сфейлимся, наверное. Хотя, рано еще о чем-то говорить. Давайте-ка мы на... Нет. Мы сейчас сделаем... Я даже не знаю, что сделать. Давай попробуем Мондагека положить. Хорошо. Так, теперь я хочу Рафаэля зашкварить. Нормуль. Так, тихо, тихо, Лео, не падай, пожалуйста. Так, стоим, стоим, ребята, стоим. Так, Макман, пора тебе, по-моему, отдохнуть маленько. Ты уже меня напрягаешь. И давай-ка, скорее всего, Пита мы накажем. Попробуем, ребята. Есть, отлично. Так. Ну, естественно, Микеланджело. Опс. Так, секунду. А, если вот так вот. Фух. Ну, ребята, я боялся, что у нас кто-нибудь может упасть. Потому что вы сами видели, сколько было здоровья. Причем у нас ни одного хиллера не было. Я что-то как-то лопухнулся. Я впредь буду всегда брать хиллер с собой. Смотрите, какая фигня получается, да, ребята? Мы с вами в самураях две звезды. У нас было сотое место. То есть, еще бы один где-то проигрыш. И мы бы вообще в самурай одну звезду упали бы. Так что нам нужно, ребят, подтянуть штаны как можно выше. И сидеть, не дергаться. И начнем мы, наверное, с Давида. Да, почему бы и нет. Тут у него, смотрите, 41 уровень. Это максимальный. И я даже думаю, что здесь мы можем с вами попробовать взять... Слушай, ну, Мутаген, он же... Мутагеноид, он же такой слабенький. Давай возьмем Леонарда, Сплинтера, Микеланджело, Усаги. А вместе с этим всем делом мы с вами... Хорошо, я... Не буду я брать Мутагеноида. Вот не хочу я брать его именно здесь. Я, наверное, все-таки возьму Хиллера одного. И это будет у меня Шреддер. Я думал взять Эйприл вначале, но все-таки Шреддер, мне кажется, получше будет. И по атаке все-таки у него есть массовая атака. Причем довольно неплохая. Поехали. Так, массовая атака. Мы понизили ребятам, как видите, атаку. Это уже хорошо. Давайте попробуем поставить на себя защиту. И, возможно, контратака будет. Сейчас посмотрим, как Усаги сделает. Да, Усаги сделал очень хорошо. Давай делать массовую атаку. Так, кланфотовцы бомбанули. Так, а вот теперь я думаю, что нужно нам... Давай-ка мы, наверное, Криса уберем с поля боя. Он нас немножко нервирует, да? Отлично. Также нам, по идее, бы надо убрать Леонарда. Потому что я знаю, что он будет хилять. Но все-таки будем... Ай-яй-яй, немножко, ребята, лопухнулся я. Ну, вот хорошо, что он сделал вот так вот. На, получил. Потому что, ребята, контратака стоит на Шреддере. Вы это прекрасно видите. И он бомбит довольно нехило. Так, я так и думал, ребята, что он позовет Маузеров. Но... Атака это просто ни о чем. Ну, мы, кстати, тоже атакуем. Очень слабенько. Вы заметили это? Так, уклонение. Крит. Урон. Давай-ка добомбим. Отлично. Такую позицию мы с вами переберемся. Семьдесят вторая была. И мы с вами на сорок восьмой. Ну что, я могу сказать, да, ребят. Мы, скорее всего, пройдем и Сёгуны две звезды, и Сёгуны три звезды. Хотя, опять же, я все время так говорю. А потом какие-нибудь, ребята, косички у нас влазят. Ну что же. Против нас играет Джеймс. Или мы против него. Да, скорее всего, мы против него играем. Поэтому давайте я возьму вот эту вот комбинацию. Слушай, довольно неплохая. Против сорок вторых уровней. Знаете, мне вот эта вот фотография чего напоминает? Помните фильм, комедия была в свое время про Дэнни? Про мальчика такого непослушного. Это, ну, вы, наверное, не помните. Это был фильм, по-моему, восемьдесят каких-то годов. Вот. Непослушный Дэнни или что-то там. Рыжий мальчик такой тоже был. Вот мне почему-то напоминает именно его. Так, ладно, мы что-то не о том вообще говорим. Давай-ка бомбанем ракетами. И я очень опасаюсь, ребята, за своего... Да, Армагона, потому что, ребята, у него очень мало здоровья. Надо отсюда убирать... Извините меня. О, отлично, потому что он мог захилять. Массовая атака. Зачем я вот это сделал? Надо было нам не это делать, ребята. Нам нужно было хиляться. Хотя, подожди, может быть, все еще и получится у нас. Ать, Нормуль. Нормуль, ребята, все хорошо. Кого он тыкает? Армагона. Хорошо, что у Армагона, ребята, как говорится, была попытка бессмертия. Можно так ее назвать, да? То есть, у него была защита. Так, что он делает? Так, он бафает, да? Бафает свой отряд. Ну, как сказать? Не особо сильный баф, как вы видите, да? Ребята, я все равно его разбираю. Так, и остается лишь сплинтер. Ну-ка, пинком его. Нет, нет, нет. Мы его не пробиваем пинком. Но пощечина, я думаю, ему вот так вот крысиное будет в пору. Ну что же, отлично. Мы сразу продвигаемся. Я могу сказать только одно, ребят. Когда мы дойдем с вами до высокоуровневых своих персонажей, я буду по возможности испытывать малышей. Да, я думаю, что это будет оптимально для нас. Мы сможем как бы и подниматься по лестнице, по карьере по нашей, да? И в то же время использовать своих маленьких персонажей. Так, берем, короче, вот этих ребятулик. Тут 42-й, 44-й уровень. Естественно, я рисковать пока не собираюсь. Берем с вами Кирби еще и... Ну, хорошо, давай возьмем нейтрализатора. Тут очень много... Ну, не так много, но есть массовая атака. Особенно это нейтрализатор, да? Бомбить. Кого нам бомбить-то здесь надо? Я думаю, что начнем с Эйприл. Пробьем ее хорошенько. Ну, пол хп почти сняли. Естественно, куна и от кара летят. У нас есть хиллер. Не стоит об этом забывать, ребята. Причем хиллер довольно неплохой. Это Кирби. А мы должны добить все-таки с вами... Вот, 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 вот. Этого я и хотел. Так, понижаем. А получилось только двоим понизить. Слушай, ладно, давай тогда сделаем крик массовый. Воу, шикарно. И бомбанем нейтрализатором. Все. Отлично сыграно было, ребята, отлично. Я думал, что мне даже придется подхилиться. Но, как видите, мы обошлись с вами и без этого. Ладно, давай перейдем. Да, ребята, я поздравляю нас. Мы с вами в Самурай 3 звезды. 95-я позиция. Но это пока на нынешнее время. Мы продолжаем с вами играть. Лукас, Екатерина и... Апачи? Опечатай, ё-моё. Ничего себе название. Опечатай. Я думал, что я уже опечатай. Так, 43-й. Ребята, здесь у нас персонажи уровня. Поэтому давайте вот так вот, наверное, с вами замутим это дело. Слушай, а стоит ли здесь тратить нам двоих таких хороших бойцов, как, например, Ваньку Стиранко и Змейка Вьюна? Может быть? Ладно. Не будем рисковать. Просто может один персонаж и не справится вдвоем. Все-таки они как бы будут себя поувереннее здесь вести. Давайте, ребята, проверим. Во-первых, естественно, от Микеланджело у ворот на танцполе. Отлично. Теперь полетели Кунаи. Слушай, мне кажется, что надо у Карайки вот именно Кунаи прокачать получше, чтобы они наносили посерьезнее урон. Но это как-то несерьезно на самом деле. Так, естественно, Микеланджело укрепляет свою команду. А мы делаем, наверное, добивочный с вами. Вот об этом я вам говорил. Все-таки Змейка Вьюн. Даже до Ваньки не дошло, ребята, дело. Хотя хотелось бы, чтобы он все-таки как-то бомбанул. Ну, и переходим мы с вами на 72-е место. 72-е место, да? Так, начинаем, ребята, выбирать с вами вот этих вот рыбин. Ну, хорошо, пускай будет рыбин. И я беру, значит, Змею Карай. Я возьму Рахзара, да? И берем уже с вами... Так, тут у них массовых атак... Ну, нету, грубо говоря. Нету. Вот так вот я хочу сделать. Интересно, получится у меня или нет? У меня задумка. Там вроде хила, как бы я не заметил. Хотя... Нет, ребята, хил у них Кирби. Хил у них Кирби. Фух. Рискуем. Ребята, рискуем очень сильно. Так, если мы сейчас уберем с вами Кирби, то будет все отлично. Но он, естественно, захиливает. Естественно, он успевает отхилить. И это очень большой минус для меня, на самом деле. Так, давай-ка в ладошки. Ага. Так, теперь вот эту вот штучку. О-хо-хо-хо-хо-хо-шечки. Ребята, что я вам могу сказать? Очень все паршивенько, на самом деле. Так, ладно, он использует свои суперудары. А мы сделаем, пожалуй, вот так вот. Защиту. Ну и поехали. Начну с Кирби. Упал. Замечательно. Так, теперь кого бы нам убрать, ребят? Давай-ка я, наверное, Мондагека уберу. Я не хочу, чтобы он тут ускорял свою... Блин, не получилось. Опс. А что, уже все, что ли? Блин, а почему так быстро-то? Твою же маковку, ребятули. Очень быстро почему-то у Рокзара спала защита. Ну и, естественно, сейчас упадет у меня пиццелицей. Твою же маковку. Ребят, ну вот всегда так. Рокзар, почему? У тебя должно быть два хода держаться провокацией. А здесь через один ход ты уже ее сдул. Не знаю почему, ребята. Ой, елки-палки. Ну хорошо, что мы хотя бы здесь одного игрока, да, с вами использовали сильного. А это именно Рокзар. Да что ты достался своей двойной атакой-то уже, блин. Ну и здесь он добьет сейчас, ребят. Добьет, конечно. Донь. Донь, мой родой. Как же я буду потескучать. Да, во всем виноват, конечно же, Кирби. Потому что он, ребята, успел захилять всю команду. И, соответственно, из-за этого мы и проиграли. Так бы уже давным-давно они все валялись бы. Вот так вот. Вот называется моя жадность, ребята. Захотел сыграть малышами. Ну и видите сами результат. И всего лишь три позиции я прошел. Да, это вообще ни о чем, ребята. Это вообще ни о чем. Ну что же. Давай возьмем Хакана. Будем именно с ним драться. Ну, на этот раз я буду немножко умнее. Я возьму железную голову. Уж он-то провокатор еще тот. Возьму Криса Брэдфорда. Так, массовики кто у них тут? Донателло массовый, да? Ага. Тут еще также есть и Бакстер Стокман. Хм. Вот так вот, ребята, я рискну. С вашего позволения. И возьмем, наверное, тоже Бакстера Стокмана. У меня там остается всего лишь одна команда для боя. И, ребят, тратить я, конечно же, не буду свои откаты. Потому что у нас все равно сегодня еще испытания. Так что серия получится довольно длинной. И давай, наверное, волну пустим. Офигеть. Просто двумя чувачками я сделал эту команду. Зачем я набирал столько сильных себе персонажей? Не пойму. Слушай, я боюсь, мы сегодня не попадем с вами в Сегуны. Хотя нет, ребят, попадем. Мне придется, наверное, все-таки потратить один или два портальчика, да? Откатика вот этих вот. И попадем. Ну, а пока давай продолжать. Беру Рафаэля. В принципе, здесь можно взять одного Рафаэля. И, поверьте мне, он с этим делом справится. Должен справиться. Если, конечно же, нас не перебьют. Перебить нас не должны. Потому что я беру Зека. Зек, естественно, бросит, ребят, свою бомбочку. Да? Которая что сделает? Которая замедлит, ребята, скорость хода ихнего вражеского. Так что, готовимся. Вот она бомбочка. Бросаем. Ух, неплохо бомбануло. Теперь, ребят, беру провокацию на Рафаэля. Ну и все. Короче, победа здесь у нас в кармане. Поехали развлекаться. Ну, тут понятно. Тут ничего у нас не выйдет. В инвиз уходит у нас черепашонок. Ладно. Мы, ребят, с вами продолжаем бомбить. Давай начну я, наверное... Хотя нет. Нам лучше уничтожить Микеланджело. Потому что он хиллер. Отлично. Так, баф. Оу, нет. Даже вот так вот. Зря, конечно, он это сделал. Так. Ну, тут промахаемся, ребята. Тут, конечно же, стоит уклонение. Я захиляюсь на всякий случай. Вот так. Ой, зря ты это сделал, парень. Ха-ха. Давай дальше. Ну, и последний черепашонок. Давай-ка вначале вот так вот сделаем. Вначале. Я думал, что мы его еще будем добивать. Нет. Достаточно было кинуть зэковский эракис. И он, ребята, погиб. Ну, что же. Мы с вами продвигаемся на... Какую? Двадцать... А, даже на двадцатое место. Вот оно что. И я хочу, знаете, что сделать? Такую кульминацию. Просто забежать в Лигу Сегунов. А как у нас это выйдет? Сейчас посмотрим. Я думаю, что... Возьму я вот эту вот команду. Берем с вами Леонардо. Возьму я здесь зэка. И беру... И беру, ребята, вот этих малышей. Раз, два, три. Давайте посмотрим, получится ли у меня все. Что я задумал. Во-первых, бомбочка. Потом вертушка. Ну, а на добивку никого не будет. Проверяем. Так, бомба. Она сработала идеально. И теперь вертушка. И смотрим, падают они или нет. Да, ребята. У меня все получилось, как я и планировал. И теперь смотрим. Забежим мы с вами все-таки в Лигу Сегунов. Или же нет. Мне очень хочется. Да. Ну, позиция будет какая-то такая. Знаете, вот. Девяносто третье. Все, ребята. На этом мы с Лигой заканчиваем. И переходим с вами не в магазин. Конечно же не в магазин, а в испытание. Кстати, секунду. Секунду. Мне нужно зайти в магазин. Спросите, зачем? А сейчас покажу, ребята. Вот у меня жетоны. Их 640. Давайте-ка посмотрим, что мы можем с вами приобрести. 640 жетонов. Я могу взять вот этого Дони. 640, да? Давайте, ребята, возьмем. Вот так вот. 57 ДНК уже. То есть, в следующий раз, если мы возьмем, будет 60. А там, как говорится, 10 раз. То есть, ну да, получается, 4 раза нам придется. Блин, эти очки очень долго, ребята, копятся. Хорошо. Переходим в испытание. И начну, пожалуй, с Мания Майкеля. Поехали. Давайте еще, кстати, посмотрим, кого нам дадут. Ага. Ну, в принципе, ребят, вот этих вот трех персонажей будет недостаточно, чтобы, ну, дойти где-то до половины этого испытания. Здесь, естественно, ребят, я буду ставить автобой, потому что все здесь легко и просто. Три волны. Жалко, здесь нет, как вот во многих играх, можно вот поставить не то, что автобой, а пропуск боя. То есть, ты, как бы, пропускаешь бой. Если ты уверен 100%, что ты пройдешь, ты его просто нажимаешь, и тебе просто выдается результат этого боя. Здесь, в принципе, постоянно приходится, ребят, смотреть. Конечно же, это все дело, что иногда напрягает. Особенно на самом начале. Потому что, ну, сами понимаете, я здесь прохожу просто на автобое легко и просто. А если я буду своими руками играть, то просто буду время зря и свое, и ваше тратить. Так, ну что ж, давайте еще попробуем здесь добыть одно ДНК на майке. Как раз тот майке, который нам нужен. Я обязательно его пропаю, причем довольно хорошо. Мне нравится его нитанспол. То есть, уклонение рулит, так скажем. Ну, и сам по себе, чтобы он был крепким, не падал с первой попытки. Так, отлично, пока все идет. Тынь-тынь, специалистик такой, да, с сосисками дерется. Все, тут замечательно. Последняя, третья волна. И, ну, я думаю, никаких проблем здесь не должно быть. Тут 25 уровень все-таки, елки-палки. Что, на что они, ребята, здесь рассчитывают? Конечно же, ни на что. Это был 25. Сейчас мы будем с вами переходить. Ну, на 35, по идее, это, да? По идее, должен быть 35 уровень. Так, Микеланджело мы с вами заработали. Угу. Микеланджело из ведения у нас тут получается. Так, 35 уровень. Вот здесь немножко опасно, ребята, смотрите. Потому что у меня Монда Гека 35 уровня. И здесь тоже противник 35. Хиллера, как мы понимаем, у меня нету. Так что надо будет аккуратненько все это дело проходить. Проходить. Забомбили. Так, вторая волна у нас. Переходим. Так, ну здесь грибы. Это опасная, конечно, фигня. Ага, мы заблокировали им способности. Отлично. И остается, да. Кожеголовый тоже упал. Так, давайте смотреть, что у нас тут будет. Так, Микеланджело, да? Упал. Второй сейчас, наверное, тоже, ребята, упадет. Да не, сейчас все здесь упадут у нас. Мы, тем более, еще и ускорились. Ого. Вот этот крепкий был. Так, пицелицы доделал, да? За свое дело. Молодец, красавчик. Так, в провокацию встал. Ну, хана. Хана, ребята, этим мутированным белкам. И мы с вами переходим. Сейчас уже должны 45 уровней быть. Это уже, конечно, будет напряженно. Но я думаю, все равно мы с вами пройдем. Так, Микеланджело видение. Отлично. Появляется у нас еще одно ДНК. Вот этот Майки тоже мне нравился. Вы помните, ребята, в самой первой серии, когда именно вот с этим Микеланджелом, да? Который у нас притворяется, типа, что он Робин Гуд. Проходили очень много всяких заданий. Я очень был рад. А потом, когда у меня, помните, появился Тигрин и Коготь. Кстати, многие ребята спрашивают, Рэй, откуда ты там получил того ты персонажа или того, там, у Саги где-то взял? Ребят, вы уже все это можете посмотреть в моих сериях. У меня про каждого игрока есть... Не про каждого игрока, а про каждого персонажа есть серия. Да, возможно, из ста с лишнего из-за мучасти их искать, но вы можете открыть плейлист и листать. И там будет написано, появился такой-то персонаж, появился такой-то, и как он появился, все будет там рассказано. Просто это я вам говорю на будущее, чтобы вы не задавали такие вопросы. Где ты взял? Ребят, естественно, я здесь ничего не покупал. Никаких вот донатных персонажей я не приобретал. За донат, я имею в виду. Все копил, все своими силами, все своими стараниями. Так, отлично. О, пиццелицы, ну что? Во, вот Рокзарчик молодец, взял провокацию, и все. Теперь его, как говорится, фиг пробьешь. У меня тут основные кто? Да, у меня, ребята, основные. Это Рокзар, сейчас в данный момент Крис Брэдфорд и Зэк. Ну все, давай дальше продвигаться. Будем с вами продвигаться дальше. Микеланджело, ролевой. Так, а кто у нас там дальше идет? Ага, даже такой. То есть остается всего лишь три эпизода, ребята. Три. 55-й уровень. Ну что же, довольно щекотливо. На 60-м, наверное, я буду уже, ребята, сам разруливать ситуацию. Угу. Так, ну я вам скажу, что здесь от Монда Гека и от Пиццелицева толку практически никакого не будет. Просто 55-й уровень против 35-го. Ну, сами понимаете, какой перевес идет. Бум-бум. Так, ну если только вот так вот, как на добивочку. Тихо. Ать, ты понял, с одного удара, ребят, сколько он отнял здоровья. Так, тихонько, не надо буянить. Отлично. Так, провокацию взял у нас, да? Рокзар. И вот здесь уже самый, как говорится, смак. Морзильная кошка. Здесь у нас и Кейси Джонс, и кожеголовый. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут получится. Ай-яй-яй, куда ж ты, куда ж ты бьешь? На самом деле, я думал, что они будут бить маленьких, но нет. Ага, вот. Все, ребята, достаточно было одного удара хвостом от кожеголового, чтобы у меня Мунда Гека просто упал. Ну и понятное дело, они же как бы здесь выражаются в виде боссов. Так, сейчас кто-то еще, наверное, пойдет, да? Ну, естественно, ребят, Пиццелиций. Кто же еще тут может упасть? Этот решил взять провокацию на себя. Плюс у него, ребята, есть бесплатная попытка. Вот она была только что. Бесплатная попытка. Я имею в виду, что он не получает повреждения. И все, ребята. А, четвертая волна. Ёлки-палки, а я расслабился-то здесь. У него здесь четыре волны. Так, опять провокация на Рахзаре. Бросает этот мутированный гриб в меня. В кого именно? Даже не попал, ребят. Так, он себе вешает уклонение, да? Вот это, конечно, не есть хорошо. И опять же, смотри, ребята. Микеланджело делает атаку сильную. Пробьем? Пробили. Так, этот с себя снимает антибаф. Я не знаю, почему он так делает, если здесь у него ничего не было. Ну, а мы сейчас, скорее всего, ребята, будем с вами круто мазать по ним. Я вот не знаю, какой у него процент уклонения стоит на ихней команде. Так, ну-ка проверим. Ну, слушай, довольно хороший. Ты представляешь, он 55 уровня, а он сопротивляется 75-му. И мало того, что сопротивляется, он еще может даже и наказать нас, судя по всему. Ты посмотри, что делает, а? Ты посмотри, что он делает. Мы мажем, ребята. Отлично, минус один. Ай-яй-яй, я боюсь, что сейчас у меня, ребята, Крис упадет. Или все-таки выживет. Ребята, он выжил у меня. Это чудо какое-то. Но они хорошо его прессовали, вы видели. Ладно, хорошо. Главное, мы с вами здесь прошли вот это вот испытание. Пускай даже у нас одна звездочка. Единственное, конечно, теперь я сомневаюсь, стоит ли мне вот сюда отсуваться. 65-е уровни. 65-е. А, была не была. Поехали. Будем, ребята, играть сами, своими ручками. Четыре волны, опять же, здесь. Повторю вам. Поехали. Так, ну, начало вроде бы неплохое. Отлично. Бомбим. Хотя, надо было бы, наверное, мне, ребята, здесь... Зачем я? Зачем я делаю вот это вот? Ну, зачем? Ой, елки ты палки. Давай добьем. Зачем я потратил? Оу, а вот здесь грибы. Так, ну-ка, брось-ка свою плюшку. Вообще ничего она не... От этой плюшки никакого, ребята, не было толку. Просто-напросто. Давай поставим защиту себе дополнительную от... Криса. Так. Минус. Ну, конечно же, конечно. Ну, кого они могут, ребята, атаковать? Естественно, самых слабеньких. Да. Да вообще ни о чем, ребята, удары. Просто-напросто ни о чем. Так, ну, этому грибу хана, я вам скажу сразу. Так, попробуем пробить грибок. Ну, и остается лишь... Угу. Остается лишь убить мутированных белок. И я, естественно, ребята, буду это делать. Пицелицы, а ты не радуйся. Я знаю, что следующая очередь придет за тобой. Они так просто тебя не оставят. Ммм, смотри-ка. Я думал, будут бомбить по нему, но нет. Так, это у нас, ребята, только лишь третья волна. Железноголовый, да, у нас здесь. Угу. Давай попробуем сделать вот так. Заблокировали моему способность. Я возьму, ребят, провокацию. Ну, и удар сосисками. Бум-бум. Так, поехали. Замедлялочку. Ну, что ты, что ты, что ты делаешь, а? Наказываем, ребята, железную голову. Ну, блин. Не наказали. Сейчас будет массовая атака, я боюсь. Сейчас ракеты полетят. Нет. Пока еще не полетели, но я чувствую, что вот-вот, ребята, будет. Это все. Так, давай-ка я повешу вот так вот контратаку. Которая никуда, к сожалению, не повесилась, да? Вообще никуда. Оуу. Тихо. А если плевок? Даже плевок не сработал. Хорошо, давай-ка мы поставим себе доп-защиту. И вот так вот. Ну, что, ребята, четвертая волна. Здесь самые-самые сливки, да? Все черепашки-ниндзя. И нам нужно с вами вот этого. Я знаю, что он будет сейчас вешать уклонение. Но я не должен этого позволить. Вот так вот. Все. Хорошо. Так, теперь что? Ну, я думаю, наверное, вот этого надо. Хотя у этого массовая атака. А у них у обоих, ребята, есть хорошая массовая атака. Что у этого бомбочку? Что у... Так, хиляет. А, нет, не хиляет. Постепенка, да? Да, ребята, постепенный урон. Этот уходит в инвиз. В невидимость. Ну, пиццелицы здесь, конечно же, ребята, вообще бестолковый. Блин, Рокзарчик родной. Только не падай у меня. Блин, они два. Они оба, ребята, в инвиз упали. Ты прикинь? Ладно. Давай попробуем вот так вот сделать. Угу. Минусанули. Так, Крис, добьешь? Нет, не добивает, ребята, не получается у него. Блин, Рокзару, да, наверное, сейчас крышка будет? Угу. Рокзара наказали все-таки. Ёпороста. Вот теперь он еще и хиляется, а. Слушай, я не могу, ребята, ничего сделать, пока не пробью вот этого. Все, вот теперь надо будет как-то определяться. Они оба в невидимости. Так, массовая атака, да? Воу. Ничего себе он бомбанул. Да чтоб тебя. Ну, так, если сделаем. Ай, досталось, осталось, ребята, совсем чуть. Ну, так, подожди, это что у нас? Провокация, по-моему, да? Нет, это был обычный удар. Так, и попробуем теперь последнего добить. Ребята, очень тяжело. Я боюсь даже, что у меня Крис... Нет, он выжил. Он выжил. Фух. Дальше нет смысла продвигаться, потому что там осталось у нас сколько? Два эпизода или один даже? По-моему, один. Так, Микеланджело оригинальный нам достается. Да, ребята, эпизод седьмой, но смотрите сами, 75 уровень. Ну, здесь ловить мне нечего. Я знаю, что я не пройду. У него все 75, а у меня только лишь три персонажа, да и то они. 71, 70 и только зэк 75. Ладно, ребята, мы пока на этом остановимся и будем продолжать с вами испытание, которое будет называться «Городская война. Тени на солнце». Тут у нас рандомные персонажики, как мы видим, и мне нужно добраться, ну, хотя бы до Лисы и получить, естественно, ДНК на нее. Поехали. Начинается у нас Карайка. Так. Оу. На этот раз, ребята, мне довольно неплохих персонажей дали, практически хаевых. Если бы, конечно, здесь бы у нас был бы Леонардо и Рафаэль, это было бы вообще эпик. Но, в принципе, и этих должно хватить нам. Так, естественно, ребята, я включил сейчас в данный момент автобой, и мы будем на автобой проходить где-то до 50-х, я думаю, уровней. А это где-то, да, где-то 5 схваток нам придется с вами одолеть. Так, Леонардо и Карай. Кстати, вот Леонардо и Карай, это мне напоминает самое начало игры, помните, да, когда Леонардо пошел спасать своих братьев, когда их похитили в портал, в другое измерение. Первого, кого он встречает, это была именно Карайка. Потом уже нейтрализатор и так далее. То есть, вот в данный момент они сейчас стояли так же, как мы с вами начинали игру. Такая же комбинация. Поехали. Так, ну, с этими дронами, ребят, без каких-либо проблем мы разбираемся. Я вообще даже не паникую. Можно чисто пойти и налить чайку, пока у нас это все дело идет, но уже потом смотреть продолжение. Так, волна третья, последняя. Здесь Донни, здесь Рафаэль и дроны. Все, конечно же, это разбирается, ребят, с полтычка. Так, готовы. Все три волны прошли мы с вами на одном дыхании. И теперь хочу я посмотреть, кто у нас будет на розыгрыше. Кстати, ребята, ДНК на Донателло. То есть, мы с вами сокращаем поиск именно ДНК. Так, вот здесь у нас тоже, ребят, морозильная кошка, которую мы тоже с вами будем искать. И, соответственно, будем тоже вот этот вот разрыв именно в поиске по ДНК нужных нам персонажей мы сокращаем. Пускай даже на одну ДНК-шку. Так, запрыгиваем сюда. И тут у нас бронированные тараканы. Кстати, мне надо будет посмотреть по достижениям, что там нужно сделать, чтобы получить карточки на Шреддеры. Я уже сколько дерусь, сколько воюю, и давным-давно не было у меня никаких достижений. Как-то меня это немножко даже волнует, если честно. Пугает. Поехали. Так, Дрон минус. И отлично. Довольно быстро и легко. Я обожаю, когда вот так вот проходится. Слушайте, если у меня, например, будут персонажи все сотового уровня и в платине, я, наверное, смогу также проходить все, любые все испытания, ребята, без каких-либо проблем. Вот этот вот, кстати, Микеланджело мне тоже нужен. Он довольно-таки хороший. И, как мы видим, уже деремся мы с вами с 45-м уровнем. Сами мы 70-го, да? Нет, у нас Ванька-стиранка 60-го. Ну, ничего страшного. Пока мы держимся, пока все хорошо. У нас вторая волна. Так, здесь Кейси и Рафаэль. Рафаэль, естественно, ребята, будет с контратакой. Ну, 45-й уровень. Что он тут может, конечно, сделать нам? Сильного. Как видите, ничего абсолютно. Он промахивается даже. Шокер от Кейси Джонса, который тоже никакого нам вреда не приносит. А здесь кто-нибудь? Микеланджело, морозильная кошка и Донателло. Кстати, если у Донателло прокачать, ребята, вот этот вот супер, ну, суперзащиту, которую он вешает, панцирь, очень даже неплохо, ну, как сказать, защищает нас. Ну, для этого, естественно, нужно прокачать. Да и массовая атака, когда он звездочки свои бросает, тоже неплоха. В общем, персонаж довольно такой нормальный. Есть смысл заморочиться, чтобы его прокачать. Зачем ты, Ванька, это делаешь? Я вот сейчас не понял. Зачем ты на одного персонажа достал свою базуку и начал бомбить? Мог бы так же просто прописать ему кастетом и все, промеж глаз. Так, ну, мы с вами передвигаемся. И у нас будут сейчас, по-моему, 50-е, да, уровни? И здесь у нас Кунаичи. Даже 55-й. Поехали, ребята. Кунаичи. Вот это, по-моему, единственный персонаж, когда я в свое время покупал подписку платную. А была она где-то у меня месяца 2 или 3, если не ошибаюсь. Вот только там я смог получать ДНК на Кунаичи. Да, ребят, там это как бы обязательное обстоятельство. То есть ты все испытания, когда открываешь, в самом конце тебе будут выпадать ДНК на черепашек. И там будет Кунаичи. Вот. В любом другом случае она мне никак не попадалась. Ну, я честно скажу, что персонаж Кунаичи, он не особо такой хороший. Мне кажется, даже обычная Эприл будет получше. Потому что обычная Эприл, она все-таки еще и хиляет. А Эприл Кунаичи нет. Она чисто боевик. Так, ну что, добиваем. Так, Донни отдыхает. И у нас, ребят, четвертая волна. Это последняя. И здесь у нас Сплинтер, Кунаичи и Леонардо. Ну что ж, а, смотри-ка. Вот так мы делаем. Ух, хорошо. Бакстер Стокман, кстати, да, действительно, ребята, очень хороший. Его надо прокачать до 80 уровня, как посоветовал мне один из подписчиков. И причем один из подписчиков, даже не один, а несколько, говорили, передай всем привет, ребята. И у меня когда видео начинается, я всегда повторяю одно и то же слово. Всем привет, дорогие друзья. С вами Рэй. Это и означает, что я вам передаю привет. Так, ну что же. Вот, ребята, мы и дошли с вами до Лисы. То есть, если мы выигрываем, получаем ДНК на Лису. Это тоже, кстати, неплохой персонаж. Мне нравится, поэтому будем сейчас здесь разбираться с этим делом. Ну. Так, команда, в принципе, у меня здесь хороша. Вот я не могу понять, почему у меня Зэк иногда очень хорошо пасует именно перед всякими вот мутантами или киборгами. Хотя, такое ощущение, что он как сам наполовину киборг. Или же у него такой костюм здесь. Непонятно. Но он же бросает свой Ярокез как-то, да ведь? Значит, скорее всего, он типа киборга какого-то. Денсер, да? Это же из него потом превратили Рокстеди, да. По-моему, это он превращается в Рокстеди. А из Ваньки Стиранка получился Би-Боб. Тот самый жирный кабан. Так. Давай сделаем хоба. Так, постепенный урон, ребята, висит. Давай попробуем прожать. И остается один последний дрон у нас здесь. Нася. Так, третья волна. Пока идем довольно хорошо, ровно. Особых повреждений я, ребята, на нас не замечаю. Пробиваем. Это у нас стрелозады, да. Но они у нас почему-то, ребята, ватники на самом деле. Они довольно быстро падают. Ну, видите, да. Одной стрельбы было достаточно, чтобы практически все хп снять. Поехали. Провокацию. Он еще сделал провокацию на себя. Дурило. И у нас четвертая волна. Вот, ребята, и белочка. Так, я сделаю, наверное, вот так вот. Встану в провокацию. И давай защиту. Давай мы поставим с вами защиту. Это на всякий случай. И уже будем, ребята, с вами веселиться по полной программе. Слушай, ну, неплохо. Так, естественно, ребята, контратака. Как же я забыл, что здесь Рафаэль у нас, который контрит постоянно. Так, ладно. Он думает, что ему все можно, да. Но вашего, ребята, позвоню. Да иди ты в пень. Первый готов. Так, сейчас мы, ребята, давай вот так вот волной смертельной накажем. Все. Слушай-ка, наверное, скорее всего, мы с вами пойдем за шинегами. Посмотрите, как идеально сейчас идет все у нас. Потерей практически не было. Лисичку мы с вами получили. И следующая идет у нас с шинегами. Рискуем, да. Ну, сами видите, 75 уровень. 75. Это уже, ребята, не до шуток. Плюс 5 волны. О-хо-хо, 5 волны. Ладно. Не будем пасовать, паниковать. Будем, ребята, просто-напросто делать свое дело. Ох ты, дрон не упал. Еще и хильнулся. А я тогда поставлю себе защиту, доп. Так. Да ну, хорош, завязывай уже. Блин, вот здесь... Оу, Ваня, 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 что с тобой происходит? Смотри, ребята, он практически у нас готов. Ай, на провокацию ловят. А так, если... Отлично. Слушай, Ванька-то мы с вами можем потерять. У меня, ребята, хиллера нет, повторяю, нету его. Ваньку потеряем, у нас шанс с вами сокращается. Давай попробуем вот так вот сделать. Ох ты! Я в первый раз, ребята, вижу, чтобы контратака повесилась на всех. Это, конечно, что-то стоящее, ребят. Фига, он такой мне щедрый подгон сделал. Давай волну тогда сделаем. Так, волна здесь сработала. И добивочный из пулеметной дроби. Нормуль. Так, у нас третья волна, еще две впереди. Так, здесь куча этих, да? Ну-ка, попробуем вот так вот сделать. Провокация. И уже будем потихонечку их разбирать. Зачем я это сделал? Можно же было... О, давай-ка так рискнем. Отличненько. Рокзар, давай отвечай. Потому что у тебя контратака. Что он делает? Все, ему хана, ребята. Он это зря сделал. Ванюша, молодец. Так, давай лупи ему. Хм, а если я так сделаю? Нет, не упал, ребята, а так упал. Все, отлично. И приложим ладошкой. Замечательно. Ребят, четвертая волна, это предпоследняя. Ну, здесь уже, видите сами, пошли боссы у нас. Начинаем вот так вот. О-хо-хо-хо-хошечки. Как у нас тут плохо-то все. Ваня, пока. Я буду по тебе скучать. Я буду по тебе скучать, Ванюша. Давай, ребята, попробуем наказать морозильную кошку. Сейчас будет хиляться. Она будет хиляться, ребята. Ну, конечно. И причем, смотрите, как здорово она хиляет. Оу, да ладно. О-оу. Да, ребята, вот сколько раз я пытаюсь пройти вот эту вот волну, да, вот этот вот заход за шинигами. И ни шиша у меня не выходит. Ты посмотри, просто разобрали меня здесь. В пух и прах. И причем я еще и мажу. Так, а что тут удивляться? Они 75-го уровня, да? У них тут все на мази. Они используют свои суперудары. Причем, поверьте мне, прокачанные по полной программе. А не то, что у меня там на пиде. О-оу. Все. Это все. Это финиш, ребят. Я сейчас не пробью. Я вообще не смогу их пробить. Это сейчас было просто случайно. Твою же маковку, а. Ну, как так, а. Пипец. Два хила, блин. Они сейчас будут просто друг друга, ребята, заменять. Один отхилится, а потом у другого откат. Они опять отхилятся. В общем, не смог я пройти. Вы это, ребята, видели. Все. Жалко. Очень жалко, конечно. Но, тем не менее, мы сегодня с вами здорово поиграли. Мне нравится. Мы прошли с вами два испытания. Ну, по крайней мере, докуда смогли. Сколько смогли. Итак, мы можем даже... Хотелось бы, на самом деле, еще поискать ДНК на кого-нибудь. Но вы знаете прекрасно, что у меня очень мало, ребята, телепортов. Очень мало. Они нам нужны. Ну, давай попробуем вот здесь вот. Ага. Попробовали. У меня и сыр кончился. Ну, что ж, друзья. Тогда остается лишь закругляться. Но серия наша будет продолжаться. Так что всем пока. Всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok